Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас, когда мы будем снова разбирать субботнюю школу. И в самом начале хочу узнать ваше мнение по поводу метода разбора урока субботней школы. Вообще для меня это была новость, что последний урок посмотрело 722 человека. Но, когда я смотрел по поводу этого просмотра, меня поразила одна цифра. Потому что 66% смотрит примерно первую часть, 28 минут с лишним. То есть первую часть, мой вариант урока. И я сегодня тоже проведу, как всегда, в двух вариантах, но я хотел бы попросить вас, пожалуйста, отреагируйте на это. Или мы дальше делаем только один разбор, так как я вижу, или делаем тогда два разбора. первый разбор, как я вижу, а второй просто будет ответы на вопросы, как в пособии. То есть это и время сократится. И мы будем учитывать тех, которые смотрят и оба варианта. Поэтому, пожалуйста, я прошу, напишите свое мнение, вот там в комментарии. И еще одна деталь по поводу разбора субботней школы в дальнейшем. Раз не все могут очень долго смотреть мой разбор, давайте мы немножко это сокращать и упрощать его в таком разрезе. Мы будем выводить только ссылки, но прочитывать текст мы будем все равно, чтобы мы понимали, о чем идет речь. То есть ссылка будет более крупной, можете себе успеть ее записать, но будем выводить, это важно, особенно, когда мы говорим о моем плане, выводить вот эту схему или план, вообще о чем идет речь в нашем разборе. И если у вас есть еще какие-то предложения, пожалуйста, пишите в комментариях. Еще один момент по поводу сайта, свиток. Я услышал ваше предложение. Я понимаю, что в этом вопросе надо что-то решать. Мне задают вопросы, у меня задают вопросы. Раньше, когда мы на ВК выкладывали конспекты, там наводишь на текст и выскакивал полностью текст из Библии. То есть оно было активное окно. Но сейчас мы этого не сделали. И есть причина. Потому что это надо специальные модули встраивать в сайт. Некоторые модули несут в себе вирусы. На сайте ВК несколько раз у нас падал этот сайт из-за вот этих модулей. Это и на счетчике, и еще там одни модули были. Поэтому мы будем думать. Я учел ваши предложения. Это по поводу сайта свиток. Можете заходить, скачивать все варианты, которые есть в текстовом виде. Сегодня у нас будет два разбора, как обычно. Но на следующий раз мы попробуем провести только один вариант. Если вы ничего не пишете, то это будет по умолчанию только один вариант. Если нужно два варианта с ответами, тогда мы сделаем два ролика. Один урок разбор, второй чисто ответы. Пишите. Поэтому, пожалуйста, приготовьте сейчас ручки, бумагу, Библию, пособие. Начнем разбор нашего урока. Это будет первый вариант, как я вижу этот урок. Интересное название сегодня. Он как цитата из отрывка Библии. Оно как вопрос стоит. Есть ли какой великий народ? То есть задается какой-то риторический вопрос. Смотрит Бог на всю Вселенную, смотрит на наш мир и спрашивает. Кроме евреев есть какой-то народ? И основной стих дается нам, очень интересный. Это Второзаконие, 4 глава, 8 стих. То есть Бог спрашивает, обращаясь к евреям, есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления закона, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Вообще, как правило, когда мы говорим о великом каком-то народе, вот сам народ великим делает то, чего этот народ достиг. Или это политическая мощь, или площадь земли, или военные подвиги, или богатство, или лидер в этой стране. Вот когда я смотрю на израильский народ, ничего подобного я там не вижу. И в то же время возникает вот этот риторический вопрос Моисея. Кто, кроме евреев, такой великий народ? То есть сам вопрос подразумевает, что вот этот народ самый великий. И когда я смотрю на этот народ, это бывшие рабы, бездомные переселенцы. Вообще они не соответствуют вот этому определению великий народ. Поэтому сегодня в нашей беседе мы затронем несколько таких глобальных вопросов, которые фактически поднимаются в уроке, но они, может, не в той последовательности, может, не так освещены. Но мы эти вопросы остановимся и поразмышляем. Это будет несколько блоков. Каждый блок будет по два момента иметь. И я их озвучу сначала, а потом мы потихонечку начнем о них говорить. Значит, первая проблема, которую урок наш поднимает, это вопрос запрета на перилюстрацию. То есть о чем это говорится? Мы поговорим там два момента, очень важные по поводу этой перилюстрации. Потом мы поговорим об интересном таком уроке с вал-фигуром. Тоже будет два момента, очень интересные. Третий момент, что делать, тоже риторический. Третий вопрос, что делаешь, это риторический. И последний момент, который мы сегодня поднимем, какому народу принадлежу я или ты? Начнем по порядку. Запрет на перилюстрацию. Вообще, что такое перилюстрация? Когда я открываю Википедию, интересно, Википедия дает ответ, что такое само слово или значение перилюстрация. Она там говорит, что это просмотр личной, пересылаемой корреспонденции, совершаемой в тайне от отправителя и получателя. То есть, в отличие от военной цензуры, перилюстрация всегда совершается в тайне. Это очень интересно, мы потом поговорим об этом. Также следует отличить перилюстрацию от законного и санкционированного в установленном порядке досмотра или выемки сообщений конкретных отправителей или получателей. Вообще, изначально понятие перилюстрация касалось лишь почтовой корреспонденции. Однако, последнее время используется и в отношении других документальных средств связи от телеграфа до электронной почты. Ну, так нам пишет Википедия. То есть, когда мы говорим о перилюстрации, вот заметьте, это очень важная идея, что это делается в тайне. То есть, очень редко человек бегает и кричит, вот так бьет в грудь и кричит, «Я там что-то вырезал из Библии или что-то туда добавил». Вот обратите на это внимание. Это всегда делается в тайне. И неважно кем – служителям или рядовым членам церкви. Это очень важная деталь, когда мы говорим о перилюстрации. И вот теперь поднимаем вот в этой теме первую проблему. В уроке она озвучена. Проблема с добавлением. Вообще, в чем заключена проблема, когда вот к Библии или к Слову Божьему человек начинает что-то добавлять от себя? Давайте прочитаем три текста, которые, или три отрывка. Они, кстати, есть в уроке. Мы их прочитаем, чтобы мы что-то общее и вывели какое-то для себя значение. Первый отрывок – это второзаконие, 4 глава, 1-2 стиха. «Итак, Израиль, слушай постановление и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы живы были и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог Отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую». Второй отрывок – второзаконие, 12-32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя к тому». И еще один отрывок – второзаконие, 22 глава, 18-19 стих. «Это последняя глава Библии. И я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей. «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язва, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». То есть все эти три отрывка говорят очень важные детали. Бог говорит, что очень важно или нужно проявлять скурпулезность в точности относительно передачи того, что Бог говорит нам. Следующая мысль. «При добавлении своего «я» вообще теперь все становится ложью». Непонятная идея. То есть я беру из Библии какую-то цитату и начиная что-то добавлять, теперь все становится ложью. Я бы хотел, чтобы мы это проиллюстрировали, потому что оно может режет вот этот слух. Когда мы читаем историю в Третий Царств, в 13 главе, там с 1 по 18 стих описана такая ситуация, когда Бог посылает одного пророка принести определенную весть другому царю, или царю в другой стране. И он приходит, приносит эту весть. Там были дети одного пророка, которые все это дело слышали, приходят, рассказывают папе, который тоже пророк. И вот особенно 18 стих меня поражает. Этот пророк приходит до другого Божьего пророка. Он говорит какие-то вещи от имени Бога, а потом еще кое-что добавляет. И вот конец 18 стиха, там одна очень яркая фраза. Он солгал ему. То есть, как только человек начинает что-то свое накладывать, добавлять, прибавлять, все теперь, даже то, что он читал с Библии, становится ложью. Следующая мысль по этим трем отрывкам. Дело в том, что как только человек начинает что-то добавлять. От этого зависит наша жизнь сегодня. Так в откровении написано. И от этого зависит наша вечная участь. Вторая мысль, которая касается перлюстрации, это проблема, когда мы начинаем что-то оттуда удалять. Снова все эти три текста. Мы все три текста прочитали. Давайте посмотрим, в чем заключена проблема, когда мы что-то начинаем удалять или убавлять, или купировать из Слова Божия. Снова все эти три текста. Мы их читали. Не будем повторять. Они у вас на экране были. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Значит, послушание, само послушание, когда я прочитал открытую волю Бога, но что-то там подкорректировал, оно становится ущербным. То есть, я не все или не в полной мере это делаю. Это первая проблема. Вторая. Человек может заболеть. Так четко написано в откровении. То есть, появятся язвы. Неважно, снутри, снаружи, ковид, неважно что. Бог четко говорит. И третье. В будущем я потеряю вечность. И вот возникает вопрос. Резонный вопрос. Что же нам делать вот в этом случае? То есть, когда Бог говорит, не добавить, не прибавить. Давайте прочтем отрывок. Это притча 22 глава с 19 по 21 стих. Интересные слова говорит нам, это нам говорит Соломон. Он говорит, чтобы упование твое было на Господа. Я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины, посылающим тебя. Вот смотрите, что говорит нам Соломон. Во-первых, приходить к Богу лично и учиться у Него. То есть, если я что-то не понял, обязательно должен переспросить, чтобы понять точно волю Бога. И третья мысль, когда я узнал в полном объеме Божью волю, я ее должен передать, опять же, в точности и другим. Значит, какие хотелось бы выводы сделать по этому вопросу? Три вывода. Значит, первый момент. Когда я смотрю по поводу периллюстрации. Помните, мы в Википедию вот эту ссылку по поводу периллюстрации говорили? Во-первых, периллюстрация это личный момент. Посмотрите, очень внимательно. Вот на этот отрывок, который мы прочитали, семь личных местоимений. То есть, это я лично с Богом решаю вопрос. Это мое отношение к Писанию и к воле Бога. Семь раз в этом коротком отрывке используются вот это личные местоимения. Ты, тебя, тебе. Это первый момент. Очень серьезный. Второй момент. Если говорить о библейских временах, то это выражалось в правилах и установлениях, которые добавляли книжники или фарисеи, богословы того времени. Причем, именно правила объясняли написанное в Писании. Хотя мы читаем, точные должны быть слова, а не наоборот. То есть, когда мы говорим о прибавлении, в чем это может выражаться? Давайте говорить уже конкретно адресно. Когда мы говорим сегодня о нас, как об адвентистах, это очень серьезная проблема. Когда сегодня адвентисты ставят труды Уайт на один уровень с Библией или даже выше ее, это в корне неправильно. Это может быть из-за такого отношения адвентистов к трудам духа пророчества сегодня у многих протестантов вообще возникает негативное отношение к Эллен Уайт. Почему? Потому что мы, как адвентисты, сегодня принадлежим к протестантам. Девиз соло-скриптура никто не отменял. Ни Бог, ни Эллен Уайт, ни позиция церкви адвентистов седьмого дня. По крайней мере, когда мы читаем церковное руководство за 2016 год на 224-й странице, это 18-й пункт доктрин нашей церкви, мы читаем одно из вероучений нашей церкви. Оно короткое, но оно очень четко говорит об этой позиции. Послушайте, Священное Писание свидетельствует, что пророчество один из даров Святого Духа. Этот дар является отличительным признаком церкви-остатка. И мы верим, что он проявился в служении Эллену Уайт, ее труды обладают пророческим авторитетом и служат для церкви утешением, водительством, наставлением, обличением. В этих трудах также четко определено, что Библия есть критерий для всякого учения и опыта. Обратите это внимание. Для адвентистов это серьезное предостережение не добавлять, не ставить на один уровень с Библией труды Уайт, а тем более выше. Для нас Слово Божие это единственный непогрешимый авторитет. Поэтому, когда мы сегодня хотя бы приближаем к Библии труды Уайт, мы нарушаем Божье повеление. И третья проблема, третья проблема или третий принцип, который важный момент по поводу этого дела. Когда мы говорим отнимают, то есть купируют какой-то фрагмент Библии, то есть Бог говорит не убавляй. Я бы хотел вспомнить вместе с вами один библейский пример. Именно в Библии уже описан пример купирования Слова Божия. Когда мы читаем Иеремия 36 главу с 21 по 23 стих, там Библия описывает Иакима, иудейского царя, вот он точно так относился к воле Бога. Я хочу прочитать эту историю. Царь послал Иегуди принести свиток, он взял его из комнаты Елисама царского писца и читал его Иегуди вслух царя и вслух всех князей стоящих подле царя. Царь в то время в 9 месяце сидел в зимнем доме, перед ним горела жаровня. Когда Иегуди прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. То есть происходит некое купирование или части, или всего огулом того вообще, что говорит Бог. И вот когда мы говорим об убавлении, вообще о чем идет речь? Понимаете, когда человек начинает вот так купировать волю Бога, неважно в чем и как, фактически он занижает вот эту планку стандартов, которые Бог ставит вообще по любому вопросу. Причем теперь человек, когда он становится на такую позицию, он начинает сам, это же личная периллюстрация, он начинает сам выбирать где, в чем, в каких вопросах и вообще как он это будет делать. Это первый блок, о котором мы сегодня поговорили. Второй блок, о котором надо поднять эту тему, уроки из вал фигура. Когда мы проходили второй урок, мы очень подробно изучали историю, которая была связана с Кадес Варни. Сегодня другая история или другое место, и с этим местом новая история. Эта история связана с путешествием израильского народа по пустыне. Вообще это интересное место, очень много уроков, которые связаны с этим местом. Но чтобы все это понять, нам нужно посмотреть на то, что произошло вообще со всех сторон. Давайте сначала поговорим немножко о самом месте. Что это за место Валфи-гор? Когда вы откроете справочники, почитаете, это вообще интересно. Валфи-гор, оно переводится как открытие, или отверстие, или дырка. Оно вспоминается в некоторых таких-то отрывках, там, Псалом 105, 28, числа 23, глава, там, три текста вспоминается. На еврейском это одна из моавицких пиор, вот это не фикор, а пиор, она может и так, и так переводиться. Это одна из моавицких гор, на которой стоял моавицкий идол фи-гор, или Валфи-гор, служение которого отличалось особенным распутством в честь языческого божества, которое было боготворимо в фи-горе или пи-оре. Его изображение в виде мужского полового органа употреблялось и как украшение. Считалось, что бог размножения всех плодоносных сил. Означенная гора находилась недалеко от устья и ордана в хребте гор аваримских. Служение Валфи-гору, как уже замечено выше, отличалось особенным распутством. Они, то есть израильтяне, говорит пророк Осия, пошли к Валфи-гору и предались постыдному и сами стали мерзки, как и те, которых возлюбили. Это Осия 9-10. Вообще, когда мы смотрим на Валфи-гору, фигура, они принимают за известную в языческой мифологии приана. Это сын Вакха и Венера. Это патрон виноградников, садов, полей и любострастия. Чтобы вы понимали, что это не мои слова. Это библейская энциклопедия Никифора. Это подтверждает и библейская энциклопедия Браггауза. Можете обратиться и почитать более подробно. И вот древние времена фраза «призывать дождь», особенно когда это касалось посылали к Валфи-гору, она имела совершенно иное значение. Вот эта священная торговля своим телом, вот там в капище, она была способом вызвать, выказать поклонение богам и богиням и выразить благодарность богам за дары, которые они приносят люди. Вот это изливание семени в лоно ассоциировалось с дождем, который поливают посевы. Но так говорит нам история. То есть мы немножко коснулись, что само значит слово Валфи-гор. А теперь берем первый момент предыстория. То есть мы не сможем вообще понять, что произошло в Валфи-горе, если не поймем вот этой предыстории. Вообще что там произошло? Вообще с чего оно начиналось? Давайте первый отрывок прочтем, потому что это очень длинная история, но она показывает, к чему это пришло. Первый отрывок это Иисуса Навина 24.9 Восстал Валаак сын Сепфоров царь Мавицкий и пошел войной на Израиля и послал и призвал Валаама сына Виорова, чтобы он проклял вас. То есть мы видим сразу две идеи. Все жители Палестины понимали, что они подлежат уничтожению. И чтобы этого не произошло, царь Мавицкий решает проклясть народ Божий, потому что он будет уничтожен. Для этого он нанимает весьма коростолюбивого пророка Валаама. Для того, чтобы он проклял израильский народ, этого не произошло. Второй текст или второй отрывок, который немножко дальше открывает эту историю. Числа 24 глава, первые четыре стиха. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом к своим к пустыне, и взглянул в Валаам, и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. То есть, что мы видим? Опять два момента. Пророк Валаам очень хорошо понимал волю Бога. Она в чем? Нельзя проклинать. И он тут же начинает что-то делать без воли Бога. И второй момент мы видим в этом отрывке. Он начинает падать, причем сам это хорошо понимал, зная отлично Божью волю. Третий отрывок это Откровение 2.14. Бог говорит, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Снова два момента интересных. Вот чтобы отработать деньги, которые Валаам получил у Валаака, он научил царя, что сделать для израильского народа, чтобы Божье благословение покинуло Израиль. То есть он попробовал сделать такие вещи. Он научил заставить народ нарушить вторую заповедь и седьмую. И Библия говорит, это сработало. И вот теперь мы читаем тот отрывок, который дается нам в уроке. Как вот эта ситуация теперь развивается. То есть что произошло после вот этого в кавычках совета Валаама дальше. Это числа 25 глава с 1 по 15 стих. «И сказал Моисей судьям Израилем, убейте каждый людей своих прилепивших к Ваалфи гору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилев, когда они плакали у входа скинии собрания. Финие, сын Елизара, сына Аарона, священника, увидел это, встал из среды общества, взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обеих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилю. У меньших же от поражения было двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, Финие, сын Елизара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилю, возревновал по мне среди их и я не истребил сынов Израилю в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира и будет он ему и потомствую по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилю. Имя убитого израильтянина, который убит с манитянкой было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеона. А имя убитой манитянки Хазва она была дочь Цура, начальника Аммофа племени Мадиамского. То есть, что мы в этой истории видим? Используя женщин, Библия говорит, они приглашали мадидитяне склоняли израильский народ к нарушению седьмой, потом и второй заповеди. Потом они делали общие трапезы в этих капищах. То есть, они сначала поклонялись богам, потом прилиплялись к этим богам и вот к самому образу жизни манитян. И это началось с начальников народа. То есть, рыба гниет с головы. Дальше мы видим, поступает приказ повесить этих начальников и убить вообще всех, кто прилепился к манитянам. И вот во время этого траура по убитым Библия говорит, продолжается вакханалия. То есть, средь бела дня перед всеми один израильтянин, начальник поколения Симеона, приводит к себе дочь начальника Амофа из племени манитян. То есть, это вообще ни в какие рамки не лезло. Внук Аарона встает перед всеми, берет копье, входит в шатер и их на гербарий. Раз и пронзил. И вот во время этого события, Библия говорит, погибает 24 тысячи народа. С другой стороны, мы видим, вот здесь, в этой ситуации, этим поступком внук Аарона показал ревность по Боге. Он отвратил Божий гнев. То есть, это очень серьезный урок и предостережения, которые были в Валфи Гори. Третий блок, о котором сегодня мы поговорим, что делать. То есть, вот наш урок, после всего, о чем мы выше поговорили, он предлагает два очень важных решения, которые мы можем сделать в своей жизни. Первое решение. Бог предлагает, чтобы мы прилепились к Нему. Давайте посмотрим, как об этом говорит нам Библия. 30 глава Второзакония, 19-20 стих. Мы читаем такие слова. «Восвидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твое, слушал глаз его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твое, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову дать им». То есть, первое, что я могу сделать, прилепиться к Господу. А вообще, что означает слово прилепиться? Впервые это слово Моисей использовал в Бытие 2.24. Вообще, когда мы говорим о прилеплении, прилепиться можно по-разному. К примеру, малярный скотч прилепится к любой сухой поверхности. Неважно, ткань, дерево, стекло, побелка, к любой сухой поверхности. Но точно так же он легко отлепляется, даже не оставляя следа. Когда мы возьмем скотч, он тоже прилепляется к сухой поверхности, но его уже труднее отодрать, и очень часто он за собой оставляет след. То есть здесь подразумевается такая склейка, что в этом месте уже никогда не сможет отделиться без нарушения уже самой целостности склеенных предметов. То есть вот это слово прилепиться, которое использует Моисей в Бытие 2.24, это на еврейском говорится давак, это прилепляться, приклеиваться, присоединяться, или склеиваться, слепаться, другими словами становиться одним целым. Это первая рекомендация Бога для нас сегодня в этом уроке. Давайте посмотрим на вторую рекомендацию. Вторая рекомендация заключается в том, чтобы найти и обрести разум. Давайте посмотрим, какое повеление Бог дает в этом вопросе. Второзаконие 4.6. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Вообще, когда мы говорим о мудрости, Библия подразумевает разные виды мудрости, ну, минимум 4. Давайте посмотрим, что это за виды мудрости. Когда мы читаем Иакова 3 глава, мы читаем 15-й и 17-й стих. Там так написано. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастно, нелицемерна. Но есть мудрость, сходящая свыше, потом земная, душевная, бесовская. То есть, мы видим 4 вида мудрости. Божья, которая от Бога, земная, ту, которую я могу в школе, в университете получить, душевная, это та, которая контролируется животными инстинктами, страстями, и бесовская, или демоническая. Давайте теперь поговорим практически на эту тему. Вообще, как нам обрести практическо мудрость от Бога и ею пользоваться? И вот сейчас можно ручку взять и конкретно некоторые тексты записать. Первый текст, который я хотел бы поднять вместе с вами, это Иова 12-13. Иов говорит, у него мудрость и сила, его советы разум. То есть, мудрость только у Бога. Второй текст, притча 2-6. Ибо Господь дает мудрость из уст его знаний и разума. То есть, только Бог вправе ее дать, если мы к нему приходим и просим ее у него. Третий текст, 1 Иоанна 5-20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Ну и так дальше. То есть, Бог ее реально дает, но это зависит от нашей готовности ее принять и ею пользоваться. Псалом 110-10. Начало мудрости страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповедь его. Поэтому, когда я проявляю почтение к Богу или перед Богом, я становлюсь мудрыми в демонстрации послушания. То есть, на деле показываю, что я это делаю, то, что мне говорит Бог. Следующий текст Иова 28-28. И сказал человеку, вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зла разума. Это Иова 28-28. То есть, мудрость поможет нам удаляться от всего греховного. Притча 4-7. Главная мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. Поэтому Соломон говорит, я должен все силы, способности, время бросить на ее приобретение, чтобы обладать ей. Теперь, только теперь мы можем возвращаться к нашему памятному тексту. То есть, к самой теме урока. Дело в том, что наш урок поднял только одну сторону вопроса. Какой же народ самый мудрый? А нужно шаги до конца. То есть, если я сказал, «А, я должен говорить и Б». Давайте поставим и разберем этот момент с другой стороны. Какому народу принадлежу я или ты? То есть, наш памятный стих описал один народ. Давайте сначала его коснемся, а потом перейдем к другому варианту. То есть, мы немножко коснемся вопроса великого и славного. То есть, когда мы поднимаем вопрос великого и славного, что это такое? Выясним сначала, что значит слово «великий». Когда мы открываем Википедию, это говорится о том, что это возвеличивающий или выделяющий эпитет. То есть, когда это в случае с человеком, это дополнительное именование, которое очень часто получают выдающие люди, правители, поэты, полководцы, философа. То есть, вот эти эпитеты очень нередко люди получали еще при жизни. Слово «великий» могло входить и в официальное титульное имя. Кроме того, такой эпитет мог входить и в название географической местности, события или людей. Вообще, когда мы читаем Библию, в синодальном варианте, в переводе Библии, встречается слово «великий» 101 раз. То есть, в Ветхом Завете это слово «гадол» «великий», «большой», в Новом Завете «мегая». То есть, мы видим уже больше значений этого слова «большой», более тяжелый, более громкий, более долгий, более длинный, более могущественный, более важный. То есть, когда мы смотрим слово «великий», вот когда люди смотрели на слово «великий», даже читая Библию, что они в этом слове понимали. Вот давайте посмотрим. Слово «Великий» по Библии. Библейское понимание слова «Великий» – это сильный, высокий, мощный, как человек. Это Иисус Анатолий 14, 15. Это герой, который совершил очень много подвигов. Это мудрый, типа Соломона. Это победитель, как военачальник на войне. Это царь, мог того всего мира, как, допустим, Синахирим. Первосвященника называли тоже «Великим». Огромная армия тоже называлась «Великой». Еще слово «Великий» применяется к свету, к воплю, к голоду, к страху, к гараду. Но когда мы смотрим на использование этого слова, то замечаем интересную вещь. Вот смотрите. Вот то, что люди называют великим. Ну, например. Вот хочется посмотреть просто на один текст Библии. Я не буду акцентировать внимание на конкретную ошибку в синодальном переводе в конце этого стиха, а просто обращу внимание вот на эту башню, которую они строили. Я хотел бы прочитать современный уточненный перевод этого текста «Бытие 11.4». Потом они сказали «Давайте построим себе город с башней до небес, чтобы прославить свое имя и не рассеяться по всей земле». Вы посмотрите, что интересно. Вот с точки, когда мы читаем внимательно эту 11 главу «Бытие», вот с точки зрения Бога, это такое маленькое, настолько маленькое, что Бог даже вынужден спуститься с небес, взять лупу, может, я немножко утрирую, чтобы рассмотреть вот эту мелочь. Потому что в «Бытие 11.5» написано «И сошел Господь посмотреть город вот этот великий и башню, которую строили сыны человеческие». То есть это с позиции людей. Они говорят это «великое». Давайте посмотрим, что Бог называет великим. Когда мы читаем Второзаконие, 4 глава, 8 стих. «Есть ли какой великий народ, у которого были такие справедливые постановления, законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Вот с точки зрения людей. Во-первых, они малочисленные. Ну так в Второзаконии 7.7 пишут. Затем это бывшие рабы. Никакой истории, значимости, вклада в политику, вообще, чтобы с ними считались. Даже своей страны, как таковой у них не было. Это кочевое племя. Мы говорим именно за тот момент, когда Бог говорил о них эти слова. То есть что мы в этом видим? Это разные точки зрения и разные оценки. Бог так видит, люди по-другому видят. Снова возвращаемся к нашему основному стиху. Но прочтем его в контексте, чтобы понять точку зрения Бога на этот вопрос. Когда описан народ великий и мудрый в Писании, что или в чем это проявляется? Я бы хотел сначала посмотреть на контекст памятного стиха. Это Второзаконие 4 глава с 5 по 8 стих. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ей. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые услышал о всех их постановлениях, скажут, только это великий народ, есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были столь бы близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» И вот наш памятный стих. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» То есть, когда я читаю этот отрывок, как Бог говорит, в чем проявляется величие? Во-первых, это люди, готовые учиться. Это очень важный момент. Они принимают все постановления, уставы, законы, то есть, любую Божью волю. Они все это выполняют, то есть, живут в послушании Бога. Они их хранят, то есть, накапливают, аккумулируют, передают это детям. Они очень близко к Богу, то есть, не теряют отношения с Ним. И Бог их слышит в любое время. Это и помощь, это защита, это ответы на всякие проблемы. Они хорошо ценят вот эти справедливые законы, в отличие от законов окружающих народов. И они понимают, что именно вот этот подход является мудростью. Причем это замечают даже окружающие народы. И дальше вот этот отрывок говорит, они делятся преимуществами такого образа жизни. То есть, это как миссионерская работа. Люди это слышат. Это одна сторона вопроса по памятному стиху, который, кстати, в уроке поднимался, мы его обсудили. Но есть и другая сторона вопроса. Это подразумевается, но в уроке об этом ни слова, об этом урок не говорит, а ее нужно поднять. То есть, урок говорит, есть народ великий, но есть и другой народ. То есть, точно так же, как есть узкий путь, есть широкий путь, но результат-то крайне противоположный. То есть, есть великий народ, а какой еще народ? Есть народ, который близкий к уничтожению. Это очень важный момент. То есть, это как альтернатива великому народу. Я бы хотел вместе с вами прочесть интересный текст по этой теме. Это 2 Петра, запишите себе, 3 глава, с 3 по 7 стих. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой. И потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. То есть, мы видим там великий народ и из чего или из кого он состоял. А здесь мы видим другой народ, который близкий к гибели. Чем они характеризуются? Наглые ругатели. То есть, нет ничего святого, никаких авторитетов. Они живут автономно, то есть, кому как заблагорассудится. Смотря на Божьи обещания, они прямо смеются над ними. То есть, они все переводят в юмористическую плоскость. И дальше Петр говорит, они изыскают любые аргументы, чтобы не принять Божью весть. То есть, отговорки какие-то. Они отвергают прошлое, любые уроки, которые были в истории. Помните, Ломоносов говорит, если народ забывает прошлое, для него нет будущего. А финиш-то все равно придет. То есть, нравится или не нравится, готовится человек к этому или опровергает саму идею. И будет суд. И Петр говорит, а потом будет гибель. Причем без вариантов, без апелляций. Какое можно заключение сделать после нашего вот этого урока? Дело в том, что после этого урока перед каждым из нас просто стоят несколько вопросов. Какому народу принадлежу я сегодня? Следующий вопрос. А я принадлежу или желаю принадлежать? Следующий вопрос. Это видно из моей жизни? И четвертый вопрос. А окружающие вообще об этом знают? Это мой вариант, как я вижу этот урок. Теперь хотелось открыть просто пособие и пробежаться по тем вопросам, которые нам ставятся в пособие. Воскресенье. Не прибавляйте и не убавляйте. Просят прочитать Таразаконие 4 глава 1 и 2 стих, Таразаконие 12 глава. Ну, мы эти читали отрывки. Мы не будем к ним возвращаться. Но мы отвечаем на вопрос. Какое конкретное предостережение Господь дал в отношении своих постановлений и законов? То есть ничего не прибавлять, ничего не убавлять. И стоит вопрос дальше. Как вы считаете, почему именно об этом их сразу же нужно было предупредить? Потому что обе ситуации ставят человека выше Бога, как законодателя. И в той, и в другой ситуации человек берет на себя право быть комментатором Божьих законов и его воли. Другими словами, человек становится над законом и над законодателем. Это нечто подобное, которое предлагал дьявол Еве в Едеме. Вы можете стать как боги. Дальше у нас стоял вопрос. Приведите примеры из истории и из современной жизни, когда люди прибавляли что-то к закону Божьему или убавляли из него. Давайте примеры, принципы. Не прибавляйте к тому, что я заповедую. То есть когда учат, что нельзя спастись, если человек не веган. То есть употребляет чисто родительную пищу. Но я встречал таких людей в церкви. Когда пример нарушений не убавляете. Ну, к примеру. Когда учат, что вопрос субботы в Новом Завете уже не так важен. Или некоторые считают, что в Новом Завете можно кушать все, что захочется. И просят, приведите, пожалуйста, примеры текстов из Библии, где Бог строго предупреждал не изменять целостность Писания. Кстати, вы можете сейчас взять ручку и бумагу. Вот этих текстов в уроке нет. Просто их просили привести. Как задание это было. Но текстов вам не давали. Давайте запишите себе несколько текстов. Второзаконие, 22 глава, с 18 по 19 стих. Мы его читали. И второй отрывок, притча, 30 глава, 6 стих. Мы оба отрывка читали, но вы себе запишите. Вот там в уроке, там пробелы есть, можете себе записать. И последний вопрос за воскресенье. Каким образом нам нужно быть осторожными, чтобы не прибавлять и не убавлять от того, что Бог велит нам делать? Возьмите ручку и запишите. Я хотел бы несколько текстов привести именно на эту тему. 1 Тимофея 4,16. Павел советует. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. И 2 Тимофея 3,14-17. А ты пребывай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. И там 16 стих. И все писание было вдохновенно и полезно. Все. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот здесь вы как раз можете дописать себе в уроке вот эти два отрывка. Понедельник. Вал и гор. Приводилась эта история, число 25 глава, первые 15 стихов. И у нас стоял вопрос, в чем состоял грех Израиля? Ну мы уже об этом говорили, они нарушали вторую и седьмую заповедь. Это началось руководители народа, потом это вошло в привычку, там слово прилепились. И вопрос, какие духовные и практические уроки народ должен был извлечь из этой печальной истории? Ну самая первая проблема, которую я смотрю, урок. Это не просто нарушение седьмой заповеди, это уже измена Богу. Это сознательное желание гневить Бога. Это фактически разрыв завета людей с Богом. И вот дальше очень серьезный вопрос. А в чем сегодня может быть опасность Валфи Гора для народа Божьего? Дело в том, что как только человек рвет вот эти отношения с Богом, то дьявол найдет, как увести человека не только от Бога, но и потом ввести в любой грех, неважно какая заповедь. Это понедельник. Вторник. Прилепитесь к Господу Богу вашему. Приводился текст Старозакония 4.4 и вопрос. Как вы считаете, почему одни израильтяне прилепились к Валфи Гору, тогда как другие остались верны Господу? А вот это очень интересная вещь. Дело в том, что это зависит от того, кому человек желал прилепиться. Можете посмотреть себе Луки 16.13. То есть не может человек и мамоне, и Господу служить. В конце концов человек выберет только одного. Какие опасности есть у христиан сегодня прилепиться к мирскому? Вообще, когда мы смотрим сегодня, 21 век, в связи с доступом к интернету, когда человек имеет много свободного времени и не имея приоритетов в духовной жизни, это Матфея 6.33, проблемы будут кучу, как срога изобилия. И неважно в каком вопросе и в каком формате. Какие советы Библии помогали вам в жизни не прилепиться к миру и прилепиться к Господу? Я бы хотел это перевести стрелки на ваш класс субботней школы, и там в классе можете это дело обсудить. Последний вопрос. Как молитва изучения Библии, поклонение и общение с единоверцами помогают вам прилепляться к Господу? Тоже вопрос личный. Я думаю, в классе может быть и кто-то поделится этим опытом, или может каждый поделится. Но я адресую это в класс. Среда. Ибо есть ли какой великий народ? Как и название нашей субботней школы. Тут давалось два отрывка прочитать. Что именно сделало израильский народ великим Богом? Ну вот эти два отрывка говорят. Во-первых, постановления, законы, которые намного превосходили законы окружающих народов. И вторая очень важная деталь – это вот эти близкие отношения с Богом. Вы представьте, народ помолился, и Бог тут же отвечает. Какая особая цель была у Бога, когда Он избрал народ, Израиль быть особым народом? Вообще, когда я смотрю на израильский народ, столько Бог ему дал, так много. И проблема в чем? Какой же был у них отклик? Кто-то откликался на все Божьи предложения, кто-то постоянно бунтовал, восставал, в конце концов, гибли. И дальше у нас задание. Подумайте, порассуждайте об особой роли адвентийской церкви, как избранного Богом народа последнего времени. Опять же, в классе вы можете это дело подумать, обсудить, поговорить, поразмышлять, порассуждать. Это тема за среду. Четверг. Мудрость ваша и разум ваш. Еще раз задание прочитать в Таразаконе 4.6. Мы читали, это памятный стих. Что конкретно Господь говорит об их мудрости и разуме в глазах народа? Мудрость в чем здесь заключается? Когда мы другим начинаем говорить о постановлении к Богу. И на своем собственном примере показываем, какие в этом преимущества, когда мы так живем. Приводится еще отрывок. Матфея 5 глава с 13 по 16 стих. Нам давалось задание прочитать. Это Нагорная проповедь. Мы не будем читать. Это вы свет миру, вы соль земли. Я проповеди говорил уже, проповедь о свете. Будет еще тема о соли. И вопрос. Какие параллели можно обнаружить в этих словах Иисуса со словами в Таразаконе 4.6? В обеих случаях прослеживается именно практическая жизнь. В обеих случаях идет свидетельство о своих убеждениях. И в обоих случаях обращает все внимание на Бога. И последний вопрос. Каким образом мы, как адвентисты седьмого дня, должны применять эти слова? Снова стрелки включаю. Пожалуйста, в классе это дело обсудите. И вот у нас, у адвентистов седьмого дня, есть особое предназначение в этом мире. Но, подобно древнему Израилю, мы можем делать собственный выбор. Какой у нас будет отклик? И вообще, насколько хорошо каждый лично проявляет мудрость и разум перед окружающим миром? Вот этот вопрос мы можем задать каждый перед собой. Спасибо за то, что вы были с нами. Пожалуйста, напишите. Следующий раз мы будем проводить только один вариант. Если вы напишите, будем делать два ролика. Поэтому, пожалуйста, я жду ваших комментариев. Спасибо за то, что вы посмотрели. Пишите ваши варианты. Я жду ваших ответов. До свидания. Продолжение следует...